Здравствуйте, я преподаватель кафедры физико-мунивертических и общетехнических дисциплин Шевченкова Михайлович. Сегодня у нас лекция по теме физические основы проектирования интегральных микросхем. По данной лекции мы пройдем с вами интегральные микросхемы, рассмотрим их классы и их физические принципы получения. Среди классов интегральных микросхем выделяют два основных вида. Это полупроводниковые совмещенные интегральные микросхемы, которые базируются на полупроводниковых принципах, которые вы могли бы рассматривать на курсе электричества и магнетизма. Гибридные интегральные микросхемы, то есть это те микросхемы, которые сочетают в себе особенности полупроводниковых и пленочных микросхем. И непосредственно пленочные интегральные микросхемы, которые работают по принципу пленок, мы их рассмотрим немножко позже. Классификация интегральных микросхем по конструкторско-технологическому исполнению. Как раз таки, если рассмотрим полупроводниковые, это все интегральные элементы, которые соединены в виде одного полупроводникового кристалла. И либо могут состоять из сочетания данных полупроводниковых элементов. Вот классический пример полупроводниковой микросхемы, где в основе лежит непосредственно проводник и диэлектрик. Проводник же носится на верхнюю часть самого диэлектрика, потому что под диэлектром находится слой N плюс P полупроводника, который нужен для того, чтобы происходили переходы электрические. Непосредственно проводник вынесен уже для того, чтобы подсоединять определенные элементы к самой печатной плате. Также можно выделить пленочные микросхемы. Их основа лежит в том, что все элементы, будь то резистор, будь то конденсатор, они выглядят в виде небольшой металлической пленочки. Если это конденсатор, то данный конденсатор будет состоять из двух пленочек, расположенных просто параллельно друг к другу. Все данные элементы соединены при помощи проводящей так называемой пленки. Данная пленка это также металлический кусочек размерами примерно как фольга и служит для того, чтобы элементы садить между собой. И также этой же пленкой вводятся контакты за пределы самой микросхемы, чтобы соединить ее с другими полупроводниковыми элементами. Гибридные микросхемы отличаются тем, что они несут с собой особенности как пленочных микросхем, так и твердотельных микросхем. Если мы посмотрим на рисунки справа, то заметим, что расположены твердотельные элементы. То есть это мы видим непосредственно чипы, которые могут представлять собой либо конденсатор, либо какой-либо резистор. В данном случае рисунок, который показан слева, он не соответствует данной схеме, которая справа. Но этот рисунок позволяет просто представить, что представляет собой гибридная схема. Если мы на ту схему, которую справа посмотрим, с обратной стороны, то мы заметим, что данные элементы соединены между собой тоже пленочными элементами, проводящими пленкой. Так принцип тот же. Имеется также обкладка конденсатора, также идет диэлектрик, и данные элементы соединяются между собой. Чем гибридные микросхемы хороши? Тем, что мы, если будем смотреть на них с того вида, как показаны на рисунке справа, то мы заметим сами элементы. Мы не увидим соединяющих деталей. В этом плане эти микросхемы пришли нам на смену простым пленочным и применяются сейчас в основном при производстве системных плат компьютеров. Все интегральные микросхемы выделяются по степени интеграции. Если k это степень интеграции, и мы возьмем десятичный логарифм по числу элементов, которые находятся в этой схеме, мы получим степень интеграции данной схемы. По степени интеграции выделяют малые интегральные схемы до 100 элементов, средние, большие и сверхбольшие интегральные схемы. Если мы рассматриваем элементы именно компьютерные, то можно заметить, что там используются в основном сверхбольшие интегральные схемы, либо большие интегральные схемы, в зависимости от того, какой, к примеру, частоты, если у нас это видеокарта, то если у нас видеокарта очень большой частоты, то, соответственно, и число элементов там полупроводниковых больше, а, соответственно, и степень интеграции данной микросхемы будет больше. Конструкции пленочных элементов можно выделить несколькими видами. Они могут быть соединены по прямой линии. Конструкцию пленочных элементов можно выделить по нескольким видам, они могут быть соединены просто по прямой линии, могут быть соединены в виде зигзагообразной линии, либо могут быть соединены как резисторы параллельно. В частности данный вид, который показан у нас право снизу, так как раз таки соединяются именно резисторы, то есть имеется проводящая пленочная лента, которая показана сверху и снизу, а между ними могут быть закреплены пленочки, которые представляют собой резисторы. Можно выделить пленочные конденсаторы, они отличаются тем, что имеется нижняя у них обкладка пленочная и верхняя обкладка пленочная. Между данными обкладками находится слой какого-либо диэлектрика. Данный диэлектрик из курса электрического магнетизма, вы знаете, служит для того, чтобы изменить как раз таки емкость данного конденсатора. И в зависимости от того, какой диэлектрик будет использоваться, можно либо изменять, либо увеличивать емкость данного конденсатора. Индуктивности выполнены в виде спирали, круглой, либо прямоугольной спирали. Все зависит от того, сколько у нас пространства на печатной плате. Если у нас на печатной плате мало пространства, то мы знаем, что площадь круга при его размерах будет гораздо меньше, чем площадь прямоугольника. Поэтому круглую форму индуктивности приняли тогда, чтобы уменьшить данное пространство занимавого. Дальше рассмотрим как раз таки конструкцию выводов из данных компонентов. Можно выделить выводы, транзистор с гибкими выводами. Это может быть выводы, которые просто покрыты слоем эмали. Эмаль нужна для того, чтобы, соответственно, не произошло короткого замыкания данного элемента. Транзистор с жесткими выводами. Он в основном выглядит как классический транзистор, где имеется база, коллектор и эмиттер. Например, выводы у него расположены также. Но для чего сделаны выводы именно в виде таких пластиночек? Для того, чтобы как раз таки, если элементы мощные, там компонент мощный, то чтобы можно было снизить сопротивление и, соответственно, нагрев самих компонентов. Также бывают выводы шариковые. То есть, они хороши тем, если у нас микросхема очень довольно-таки большая и из нее может быть много выводов. Предположим, в плане компьютеров можно выделить как раз таки микропроцессорную схему. То есть, там выводов очень много. И если из каждого делать большую пластиночку, то эта микросхема займет на плате очень много места. И поэтому целесообразнее тут эти выводы пустить вниз, именно прямо через печатную плату. Микросхема со столбиками выводами используется тогда, когда нужно сделать незначительный контакт данной микросхеме к самой печатной плате. Предположим, если данный элемент снимаем, если данный элемент можно снять, посмотреть и обратно вставить на место, тогда целесообразнее использовать микросхему со столбиками выводами. Если же микросхема у нас просто не меняется, тогда используем как раз таки микросхему с круглыми выводами. Методы получения оксидных пленок на интегральных микросхемах можно выделить в три основных вида. Это термическое окисление кремния, осаждение пленок из парогазовой фазы и термическое вакуумное напыление тонких пленок. Для чего мы используем пленки? Они нам нужны для того, чтобы данные элементы, которые есть на плате, они соответственно не окислились. И второе, чтобы данные элементы между собой не могли пересекаться. Потому что бывает, что на плате данные элементы расположены очень близко друг к другу. И хоть токи маленькие, но все равно могут произойти разряды небольшие. И в связи с этим используется метод напыления данных пленок. Как раз таки на интегральную схему. Если мы рассмотрим термическое окисление кремния способом окисления в сухом кислороде, то если мы возьмем сам непосредственно кристалл кремния и обработаем его кислородом, то по химическим реакциям мы знаем, если кремний с силициумом соединить с кислородом О2, получим мы краски диоксид кремния с силициумом О2. Краски этот химический принцип получения и основан на термическом окислении кремния в сухом кислороде. Также возможно нагревание пластинки кремния в парах воды. Если мы будем кремний в парах воды нагревать, то посмотрим мы на химическую реакцию. Если кремний соединяется с двумя молекулами воды, то в любом случае водород будет испаряться с поверхности данного кремния. Кислород же также по аналогии с первым случаем будет закрепляться на кремнии. И тем самым водород у нас уйдет, две молекулы водорода, останется одна молекула диоксида кремния. Тем образом мы получим опять-таки оксидную пленку. Также третий способ это термическое вакуумное напыление тонких пленок. Если мы рассмотрим небольшой цилиндр, на поверхности которого будут иметься посредственно сами элементы, которые нам нужно облучить. Возьмем нагреватель и испаритель. Испаритель служит тем веществом, который будет покрываться на данных тонких пленках. Это может быть какой-либо элемент, который при нагревании также выделяет тот же кислород. То есть, так как у нас были кусочки воды, они испарились, получалось кислород и водород. Вот так же и тут можно использовать, предположим, даже сухой лед. Но сухой лед, конечно же, не используется. Используются более совершенные элементы. Данное цилиндрическое устройство вращается. И под действием вращения данные элементы, как в центрифуге, они разносятся по пленке кремния. Испаритель как раз-таки непосредственно служит для того, чтобы пленка осаждалась равномерно. Выделяют две основные маршруты выделения интегральных микросхем. Это планарная эпитоксильная технология и МДП-технология. В рамках данной лекции мы рассмотрим с вами планарную эпитоксильную технологию. Для начала непосредственно подготавливается сама базовая поверхность кремния, где у нас насыщена П-элементами. Также происходит термическое окисление кремния. То есть, по данным двум способам, которые мы выше с вами рассмотрели. Дальше производят фотолитографию. Фотолитография представляет собой снятие слоя диоксида кремния в связи с тем, что нам нужно впоследствии получить определенный доступ к кремнию. Для чего это нужно? Чтобы нанести определенные контакты. И данные контакты касались непосредственно самого кремния. Это нужно для того, чтобы своего рода было также заземление. Дальше происходит диффузия примесей N+, типа. Тут принципы получения данной примеси такие же, как и в полупородниковых элементах. Дальше оксидная пленка удаляется, потому что она у нас нам впоследствии не нужна. Данная пленка нужна была, чтобы опять-таки нанести нам непосредственно создать примесь только лишь на определенном участке. Дальше происходит наращивание кремния N-типа. Тем самым N+, тип замыкается. Дальше опять-таки происходит термическое окисление кремния в связи с тем, чтобы опять сделать фотолитографию. Опять производится фотолитография, только может делаться несколько видов окон. Опять-таки это зависит от того, в каких частях нам нужно создать примеси. Также происходит диффузия примесей P-типа. Почему мы делаем примеси разного типа? Для того, чтобы создать полупородники определенного типа. Либо NPN, либо PNP. Дальше опять производится фотолитография. В данном примере рассматривается микросхема сложная, поэтому фотолитографию производят сложным образом. То есть вырезая на диоксиде пленки диоксида кремния определенные окна. Также производится диффузия примесей P-типа. То есть тем самым мы получаем PNN пока переход. Дальше происходит осаждение оксидной пленки. Опять-таки производится фотолитография, но лишь на тех участках микросхемы, где нам это нужно. Производится диффузия примеси PN-типа и опять-таки осаждение оксидной пленки. Производится фотолитография. И тем самым процесс повторяется до тех пор, пока мы не получим микросхему определенного нам состава. То есть одни и те же микросхемы можно использовать с разными контактами и получать разные значения коэффициента усиления, если это транзистор. В итоге в конце мы получим такую конструкцию биполярного транзистора, где имеется эмиттер, эмиттер, база и коллектор. Это видно по трем начальным буквам. И тем самым мы видим, что если у эмиттера переход именно NPN, то соответственно сопротивление там будет больше. Если у базы коллектора лишь примесь одного типа, то там у нас сопротивление будет уже меньше. Можно выделить основные этапы проектирования данных микросхем. Рассмотрим их на примере электронных веществительных машин либо компьютеров. Это система техническое проектирование, схема техническая, конструирование и непосредственно технологическое проектирование. После этого производится непосредственно их производство и эксплуатация. Среди конструкционного проектирования можно выделить среди исходных данных. Дается у нас электрическая структурная схема, под ней производится преобразование, получаются непосредственно не механические компоновки, соединяются данные элементы и результатами является непосредственно сама программа, которая будет управлять этим электронным оборудованием. Опять-таки мы рассматриваем элементы ЭВМ, поэтому именно должна быть управляющая программа. Все печатные платы делят по классам точности, это зависит от того, какая толщина проводника у нас имеется на данной печатной плате. Самый точный параметр имеет непосредственно пятый класс точности, для него минимальная ширина проводника 0,1 мм. Эти данные я привожу для того, чтобы можно было увидеть, что данные печатной платы создаются с микроскопической точностью и их создать довольно-таки сложно вручную, поэтому они создаются промышленными роботами. На этом лекция окончена, до следующих встреч!